Всем привет! Меня зовут Даша Кей, и сегодня я буду делать макияж Zendaya. Поехали! Я начинаю с бровей, и брови буду рисовать вот такой вот помадкой. Помадка Be Special. Набираю немножко самой помадки. Это четвертый оттенок. Zendaya начинается с бровей. Если сейчас я неправильно нарисую брови, то все пойдет крахом. У нее брови очень близко посажены, и они как бы чуть вздернуты. Вот такая вот у нас бровь. Помадкой начну прорисовывать кончик брови, чтобы знать, куда он у меня будет смотреть. Я буду рисовать широкую, очень широкую бровь. Потом покажу, за счет чего я сделаю ее широкой. В принципе, бровь становится шире, когда зачесать волоски наверх. Поэтому я не боюсь растить бровь наверх. У нее брови прям чуть ли не монобровь. Мы, конечно же, так рисовать мне не будем. Или будем. Это вот, кстати, новая фотография брови. Выглядит аккуратнее, но она стоит не прямо. Вот, кстати, еще чуть новую фотографию. Брови просто зачесаны и уложены гелем. Но! Zendaya носит не так. Я чуть-чуть удлиняю бровь. И продолжаю ее... Ну, получается, на лбу на своем. Что делать? Потом эти волоски я зачесу наверх. Брови получились очень широкими. И, естественно, это не конечный вариант. Вторым этапом я буду использовать вот такой вот гель. Это гель от Anastasia Beverly Hills. Он у меня уже почти заканчивается. Это мой любимый на данный момент гель для бровей. Единственное, что нужно всегда использовать новую щеточку для того, чтобы внутри все было чисто. Это вот уже почти чистая пустая баночка. Этот гель я снимаю на руку. Растушевываю по руке и наношу на бровь. Происходит магия, как будто бы долговременная укладка. И вот те места, которые были нарисованы, мы просто туда добавляем гелем волосы. Какая большая разница? Тут брови выглядят живыми и естественными. Тут какая-то мазняк пока что карандашом. И удобно, когда ты делаешь сперва брови, просто взять в одну палочку. И подтереть излишки ненужные и прочее. Поскольку я уже повторяла макияж Zendaya из Эйфории, сейчас я хочу сделать какой-то более естественный, красивый глэм образ. Я взяла две тональные основы от Influence Beauty. Одна посветлее, другая потемнее. Одна Skinnovation Hydra, значит увлажняющая, а вторая Skinnovation Matte. Соответственно, я буду одну наносить на Т-зону матовую, чтобы не блестеть в течение дня. А увлажняющую по периферии. Очень легко тушуется эта тональная основа и ее совершенно... Сейчас вы не видите на моем лице. У меня аж четвертый оттенок. Мне очень подходит он по цвету и по подтону. Нет никакого различия с шеей. И Эйзен, да, тоже так-то смугленькая. Но я, конечно, пользуюсь автозагаром. Будем честны. Остатки сниму на нос. Теперь использую Skinnovation Matte. Она идет как флюид. Совершенно легкая, но матовая. Ее я нанесу уже спонжиком. Спонж даст мне более равномерное покрытие. Этот спонж тоже от Influence Beauty. Разница в два оттенка. Но какой уже эффект? Этим спонжиком удобно заходить в пространство под глазами. Это вот эта вот линия. Если я сделаю, собственно, стрелочку сюда, то мой взгляд будет лисим, кошачьим, зендаевским. Много парня. Что-то тусы уже растут. По-моему, это просто прыщ. Просто скорректировала вот эти вот две направляющие. И уже какая красота. Можно чуть-чуть сюда добавить. Аккуратно прорабатываю между бровями. Стараюсь их не задеть. Заметно, что кожа преобразилась. В общем, как-то так выглядят вот эти две тональные основы. Мне кажется, что классно сочетается матовая и увлажняющая тональная основа вместе. Самое главное, что первым нужно наносить увлажняющую, для того, чтобы матовая спонжем потом нанеслась более равномерно. Вот такие вот красивые цвета. Смешаю их вместе и посмотрим, что получится. Мне очень понравилась эта кисть дуофибра. Я прям кистью вот этой вот дуофибры, которая наносила тон, буду сейчас наносить вот эти вот румяшки и бронзер. Тут с бронзером можно борщить и борщить, потому что она смуглая. Вот такой вот легкий эффект загара обязательно. Ну и я не я, если я не попытаюсь сконтулировать себе нос. Я беру скульптор Романова Makeup и набираю немножечко на пушистую кисть. Крылья ее носа широкие, но сам носик она всегда контурирует, и у нее он узенький. Сами крылья носа могу не стесняться, прям растушевать, потому что у нее они пошире, чем у меня. Так, я, конечно, понимаю, что нос сейчас выглядит очень странно, но когда я сделаю макияж глаз, это будет выглядеть намного лучше, я вам обещаю. Я заузила вот тут и расширила немножечко эту часть. Не переживайте, мой нос вернется, когда я смою макияж. Я нашла вот такой вот у себя бронзовый карандаш тени. Я нанесу их на веко. И закреплю я все это тенями от Vera Beauty. Вот такой вот бронзовый красивый оттенок. Сейчас я возьму коричневый карандаш и пройдусь по верхней слизистой. Вот тут начинается фишка макияжа глаз Зиндая. У нее почти всегда вытянутые глаза и лежат на одной прямой. Пытаюсь вытянуть внутренний уголок. Также растушевываю, что я тут нарисовала сверху. Теперь беру коричневую подводку от Maybelline. Такая вот она с кисточкой. Моя любимая на самом деле. И с внутреннего уголка глаза начинаю рисовать стрелку. Чтобы нарисовать эту стрелку, нужно смотреть прямо перед собой или чуть ниже. Прорисовать внутренний уголок глаза. Сделаешь хвостик, он должен быть на уровне внутреннего уголка глаза. И глаза сразу же становятся больше. Я то же самое сделаю сейчас с этим глазом. Вот такие вот стрелки у меня получились. Я хочу нанести немножко румян. Это румяна от Beauty Bomb. Такие вот они миленькие. Лицо мое, чтобы сделать чуть помилее. Зиндая обычно наносит. И нанесу под бровь. Сейчас я делаю ресницы. Подвиваю их немножко керлером. И буду прокрашивать. В ресницах нет никакого секрета. Тут просто нужно их накрасить. Я накрасила ресницы. Пойду сделаю прическу и вернусь. Хотели это, получилось вот это. Но я думаю, что это близко. Я делала не этот макияж. Потому что тут очень яркий макияж. И я думаю, что он не подошел бы мне именно в этом случае. Но прическа тут классная. Зиндая сейчас начала делать такие прически, которые делают сейчас все. И они актуальны. Это какие-то зализанные такие волосы. И то, что она делает постоянно, это зачем-то как бы выделяет гелем пробор. Губы я накрашу вот таким вот стиком. Это стик от Kat Von D. Butter Lipstick называется. Я нарисую им как бы контур. И потом его растушую. Вот такая вот эта помада. В последнее время я все чаще-чаще замечаю. Зиндая в блеске для губ. И только. Я не могу без накладных ресниц. И я добавлю сейчас ресницы Романова Майкап. Ресницы называется Дарья. Ой. Обожаю свежие ресницы оттирать. Да и время, чтобы он подсох. И можно просто поставить ресничку на глазик. И она сама примет форму. Ну и чтобы до конца быть дивой, я нанесу хайлайтер. Это тоже Maybelline. Потому что его сейчас можно купить. Нанесу его немножко на скулы, чтобы подсветить. У нее всегда есть хайлайтер. И он такой мелкодисперсный, еле заметный. Вот мне хочется именно ее такой холеный образ повторить. Чтобы это выглядело прям как будто бы с обложки. И уши можно еще. Ну вот и все. Мой глэм образ Зиндая готов. Нанесу еще хайлайтер на ключицу. Может быть еще чуть-чуть блеска. Простой прозрачный блеск Rimmel. На центр губ, чтобы сделать их более увлажненными. Вот так вот выглядит мой финальный образ. Хочу вам сказать, что мне очень нравится быть глэм дивой. Особенно Зиндаей. Вдохновленной Зиндаей. Я понимаю, что можно было нарисовать Зиндаю у себя на лице. Но я выбрала другой вариант. И вдохновилась ее инстаграмом. Какими-то классными вкусными картинками. И, естественно, захотелось повторить макияжи, которые ей делают профессиональные визажисты. И они очень сильно подчеркивают сияние ее лица. Наверное, это стало ключевым и акцентным выбором в сегодняшнем макияже. Ну, в общем, оценивайте, что получилось. Пишите комментарии. Ставьте колокольчики, лайки, дизлайки. И сейчас это уже не показывается. Но я все равно это вижу. И мне будет приятно, если вы поддержите меня пальчиком вверх. Так что до скорых встреч. Видимся в следующих видео. Пока-пока.